Привет, друзья! Это завершающий сюжет из нашего цикла о летней пересадке клёна. Мы приехали на объект, где у нас заранее подготовлено ванну. И сейчас мы примерно тем же способом, как и грузили, только меньшим количеством людей видим его с гаража. Дерево мы опускаем в посадочную яму, комнату вперед, для того, чтобы не поломать кровь. Сейчас самая ответственная часть работы надо придерживать и очень медленно его приспускать. Сейчас мы перейдем на подменировку. Вот с помощью наклонной плоскости, 350 кг веса, практически я один опустил. Сейчас мы выставляем дерево так, как оно должно будет стоять, по относительно поребрико, относительно забора, примерно выставляем высоту и заливаем яму водой частично, для того, чтобы была мокрая база, на которой она установлена. Мы установили ком в яме, сориентировали его по сторонам света, для того, чтобы не было ожога у листьев. На данный момент мы сейчас проливаем водой, так как почва сухая, мы наполняем водой половину ямы. Сейчас наполним, ком не распаковываем, чтобы он не размок, наполняем водой, чтобы размокло дно ямы, чтобы было уже окончательно установить ком можно. И потом вода питается, и мы начнем потихоньку заполнять землей. Вода частично впиталась, и низ с ямы дно размокл. Теперь мы ком, дно в него, упаковка открыта, притрем к дну ямы, чтобы был полный контакт в грязи. Вот, на данный момент, получается, дно комы полностью стыкуется с дном ямы, притом в условиях хорошего увлажнения. Сейчас мы начинаем подсыпать, для того, чтобы окончательно уже выставить вертикаль. Вода достаточно впиталась, мы можем приступить к заполнению ямы. Для этого, сначала мы распаковываем ком. Удобнее всего использовать узкую мелкозубую ножовку, для того, чтобы разрезать полиэтилен, или нож по гипсокартону. Полиэтилен мы не тянем вверх, мы его обводим в сторону по кругу, для того, чтобы не сместить все. Весь мусор мы выбрали, теперь мы можем заполнять яму с проливкой водой параллельно. Теперь мы приступаем к засыпке ямы почвой. Засыпаем равномерно по кругу, послойно, промачивая водой. Если мы сделаем, с одной стороны насыпем больше, с другой меньше, дерево может перекосить, потому что почва будет просаживаться неравномерно. Мы присыпали воду сухой землей, и теперь вилами по периметру, методом вибрации, просаживаем кочву, чтобы она промокла и раскисла. Первый слой засыпки мы прошли, рассадили. Сейчас наполняем водой опять периметру ям, и постепенно будем подсыпать почву по мере наполнения землей и водой, чтобы ком был окутан кашей. Наша задача промочить вокруг кома максимально почву. Ком сам по себе сырой, а земля вокруг сухая. Мы засыпали посадочную яму практически под край. Теперь нам надо по этой каше отсыпать тороидальное возвышение, бублик своего рода, для того, чтобы при просадке почва выровнялась. А когда вода впитается, то надо будет уже пролить непосредственно пол. Пока что мы даем возможность просесть почве, которая вокруг кома, для того, чтобы ком был жестко зафиксирован. В таком положении мы оставляем дерево на несколько часов, можно даже на сутки, для того, чтобы мокрая земля вокруг кома просела хорошо и жестко зафиксировала ком. После этого мы тонкой струйкой будем пропитывать ком основа. Почва после посадки уже просела, и теперь наша задача пропитать еще ком земли тоненькой струйкой, чтобы он не размок, но пропитался по всей глубине. Для того, чтобы была достаточная влагозарядка, пока будут производиться ландшафтные работы и подводиться капельный подъем. Если вам понравились наши видео, подписывайтесь на наш канал, поддерживайте нас лайками. Будем рады прочитать ваши отзывы и постараемся ответить на ваши вопросы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok